Всем привет! Сегодня 17 июля, и это довольно необычный день. Если вы откроете у себя в том же Телеграме вкладку с эмодзи и найдете там календарь, то на нем будет именно 17 июля. Да-да! И неважно, андроид вас или айос, у вас у всех будет именно эта дата. Это ж тоже мировой заговор какой-то. Вот сегодня и разберемся, а заодно узнаем, что скрывает эта улыбка. Причем тут остров Пасхи, зачем нужен белый цветок, и что же не так с лотосом? Прежде чем начнем, не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну и конечно же, буду рад вашим комментариям и лайку. Ну а мы возвращаемся к мировому заговору. И в каком-то смысле это не шутка. Появление именно такой даты, 17 июля в календарях, это действительно дело рук одной конкретной организации. Ее штаб-квартир располагается вот здесь, в небольшом городке Mountain View в Калифорнии. Называется она консорциум Юникода. Именно члены этого закрытого общества формируют стандарт кодирования вообще всех символов, которые нас окружают. От китайских иероглифов, латиниц и кириллицы, до математических символов и музыкальной нотации. И каждому символу они присваивают свой уникальный код с префиксом U и каким-то набором букв и цифр, которые используются во всем цифровом мире. Так, например, буква А это 0410, а скажем, восьмая нота это 266А. Собственно, календарь это 1F4C5. Вы можете прям забить этот код в поисковике, и в картинках будут разные варианты, но все непременно будут показывать 17 июля. Так, в чем же дело? Почему именно эта дата? Боюсь вас разочаровать, но, увы, никакой особой интриги тут нету. Дата не привязана ни к ночи расстрелы царской семьи, ни к началу постдамской конференции, а привязана она к калу, к iCal. Да, в этот день, в 2002 году, Apple представили свое приложение iCal, то есть календарь, и на его иконке в качестве пасхалки, и была написана дата 17 июля. Так она в приложении и осталась. Со временем все к ней привыкли, так что в 2016 году консорцию мини-кода официально закрепила дату за символом календаря. И теперь он не только на устройствах союз, но и на всех гугловских. Так что, как бы вы ни пытались перевернуть календарь, у вас всегда будет 17 июля. Такой вот день сурка, а по совместительству и Всемирный день эмодзи. С чем вас всех и поздравляю! И как вы уже поняли, об эмодзи мы сегодня и поговорим. Но для начала отмотаем немного назад, а именно в 1999 год, и познакомимся с вот этим человеком. Его зовут Шигитака Курита. В то время он работал в пейджинговой компании. Да, когда-то были вот такие штуки для набора текстовых сообщений. И в один прекрасный день ему пришла в голову идея вместо текстовых знаков сделать картинки, которые можно было бы отправлять по пейджеру. Идеи для картинок было очень много. Тут и смайлики, и какие-то кимоно, и цветочки, и даже будильник. Но был один важный нюанс. Весь рабочий холст Куриты выглядел вот так. Поле 12 на 12 пикселей. То есть всего 144 квадратика, из которых надо было собрать узнаваемые картинки. Ведь больше эти допотопные пейджеры не тянули. И одной из первых картинок было, конечно же, Сергечко. Да, сейчас это изображение кажется нам чем-то очень простым. Но не забывайте, что это 1999 год. И по сути Курита стоял у истоков того, что мы сегодня называем пиксель-артом. Поэтому то, как он добавил на сердечко вот эти блики, меня просто восхищает. Такой уровень абстракции – это настоящее искусство. Своё творение Куриты назвал эмодзи. И для нашего уха она звучит так, будто это что-то связанное с эмоциями. И в целом это было бы даже логично, ведь многие эмодзи действительно отображают радость, горе и тому подобное. Но нет, по-японски эмодзи происходит от слова «э», что значит «картинка», и «модзи» – знак или символ. Так что созвучие с эмоциями – это просто любопытное совпадение. По итогу Курита нарисовал 176 эмодзи. Там были и котики, и смайлики, и всякие другие штуки, которые можно было легко вставить в текст переписки, чтобы немного её оживить. Но зачем, например, был нужен вот такой эмодзи? И чтобы ответить на этот вопрос, надо отмотать ещё немного назад, а именно в 50-е годы, в послевоенную Японию, когда Осаму Тедзука, скажем так, заложил основу современных японских комиксов. Все вы, конечно же, о них знаете – это манга. Собственно, в 1947 году Тедзука нарисовал мангу «Новый остров сокровищ», в которой появились очень характерные визуальные элементы. Это и линии скорости, и вот такое обозначение удивления, или, например, капля пота, что означает усталость. Со временем все эти элементы стали неотъемлемой частью визуального кода манги. Именно по ним можно определить эмоции персонажа и даже его внутренние переживания. Те же восклицательные знаки над головой могут означать сильное удивление, а пузырь из носа, например, означает очень глубокий сон. А вот, собственно, и тот самый символ. И нет, это не перекрёсток, а стилизованное изображение пульсирующих, поступающих от напряжения вен. То есть это символическое обозначение сильной злости, ярости. Так что теперь вы знаете, как использовать этот эмодзи, хотя просто так догадаться, конечно, было нереально. Все эти элементы называются манпу, что дословно означает комические знаки. И во многом именно эти манпу и стали для Шигитаки Куриты вдохновением, когда он создавал свои эмодзи. Именно из манги, например, пришло вот такое изображение лица с округлённым ртом и глазами-крестиками. В комиксах так изображают комическую смерть или потерю сознания. Так что этот эмодзи, по идее, означает сильное удивление, что-то шокирующее и сбивающее с ног. А что насчёт вот этого? Как думаете, что означает такое лицо? Пишите ваше соображение в комментариях, уверен, каждый здесь увидит что-то своё. И это действительно так. Ведь эмодзи, по сути, являются и диаграммами, то есть знаками, которые отображают идею. И в отличие от письменности, где каждому знаку соответствует конкретное чтение или значение, идиограммы во многом могут трактоваться по-разному, в зависимости от контекста или, скажем, культурного бэкграунда. Взять хотя бы, наверное, самый известный символ – смайлик. Придумал его, конечно, не Шигитако Курита, он появился много раньше. По сути, улыбающееся лицо рисовали всегда. Вот прям классный пример на керамическом сосуде, который датируется чуть ли не 1700-ми годами до нашей эры. Вот глаза, вот улыбка. А вот, например, смайлик в подписи к письму от 1741 года. Или же вот на этой классной афише 1953 года к фильму «Лили» с подписью «Вы будете смеяться». В общем, очевидно, что идея смайлика всегда лежала на самой поверхности, однако частью массовой культуры он стал лишь в 70-х. И если вы смотрели Фореста Гампа, то, конечно же, помните эту сцену. Удачного дня! Через несколько лет я узнал, что он придумал оригинальную футболку и получил много денег. В действительности всё было, конечно, не так романтично. В 1970 году предприимчивые братья Спейн просто стырили рисунок Харри Болла, который тот сделал ещё в 1963 году, добавили к нему надпись «Have a nice day» «Хорошего вам дня», и буквально запланили рынок всевозможным мерчем. И смайлик быстро приобрёл дикую популярность как символ позитива и радости. Но уже к концу 70-х эта улыбка получила совсем другое прочтение, когда американская группа Talking Heads выпустила свой сингл «Psycho Killer», где на обложке красовался тот самый смайлик. С этого момента это уже была не дружелюбная улыбка, а скорее зловещая, садистского хмелка серийного убийцы. А вскоре Алан Мур выпускает свой комикс «Хранители», где, как вы наверняка помните, комедиант, жутковатый супергерой-психопат носил значок со смайликом, что было вообще не смешно. И в целом эта двойственность улыбки перекочевала и в Эмодзи. В 1993 году этому смайлику был присвоен код 1F642, и он появился на всех платформах под названием «Слегка улыбающееся лицо» с вот таким определением. Желтое лицо с простыми открытыми глазами и тонкой сдержанной улыбкой. Его тон также может быть покровительственным, пассивно-агрессивным или ироничным, как будто он говорит, что все в порядке, хотя на самом деле это не так. Ну, вполне себе описание улыбки серийного убийцы. Так что будьте аккуратны при выборе Эмодзи, так как ваше послание может быть воспринято двояко. Так же, как, например, если вы отправите кому-нибудь вот такое Эмодзи, подразумевая, что речь идет о больнице. Ну, вполне себе больничное здание, букву H, типа хоспитал. Но на самом деле это гостиница, hotel, для любовных утех. У нас, конечно же, такие гостиницы тоже есть, но они, скажем так, не являются частью культурного кода, в отличие от Японии, где-то прям очень развитая и популярная индустрия. И это еще одна очень важная особенность Эмодзи. Несмотря на то, что ими пользуются во всем мире, изначально они создавались для японского рынка, и поэтому многие Эмодзи отражают именно японские реалии. Например, вот эта странная штука. Для нас с вами это то ли осьминог, то ли еще какая-то хрень, но для японцев это прям часть культурного кода. Так выглядели инопланетяне в культовой игре Tomohiro Nisikado Space Invaders, которая была очень популярна в 80-х. Поэтому в переписке подобные Эмодзи могут означать что-то связанное с видеоиграми или, например, с чем-то инопланетным. Ровно так же для нас не очень понятное появление, скажем, вот этих Эмодзи. Что это за монстры, почему они красные, почему у этого длинный нос. Лично я, кажется, ни разу в жизни их не использовал. Но периодически использую, например, вот этот Эмодзи. Я очень люблю все, что связано с островом Пасхи, и всегда думаю, что это изображение Муаи, вот этих каменных извояний, разбросанных по всему острову. И использовала его как что-то из серии Покерфейс, типа каменное лицо. Или же как одна моя подруга часто совмещают его с сигаретой, как отсылку к вот этому мему с Маконахи. Типа все задолбало, и ты офигеваешь от происходящего. Но нет. Этот Эмодзи появился в 2003 году в составе пакета Эмодзи японского мобильного оператора АУ от Kididi. И назывался он действительно Муаи. На рапануйском, то есть на языке острова Пасхи, Муаи это, собственно, статуя из тукан. Однако в японском Муаи означает совместное времяпрепровождение, встречу. И японцы очень классно обыграли это созвучие. Есть в Токио такая станция, Сибуя. Это излюбленное место встречи молодежи, как у нас, скажем, была в свое время Яма. Так вот, в 1980 году там поставили вот такую скульптуру, которая действительно имитирует рапануйские статую. И таким образом, этот Эмодзи отсылает нас именно к ней, а не к острову Пасхи, и означает приглашение встретиться. И даже более конкретно. Пойдем тусит на станцию Сибуя. Вот и живите теперь с этим. Как и с тем, что этот Эмодзи, например, это не горящий дорожный знак, а бейджик с именем в форме тюльпана, какие часто носят в японских школах. Да-да, все японские школьницы выглядят именно так. Или, например, вот этот Эмодзи. Это не пироженка и даже не суши, а разрезанный камабоку, то есть рыбный желейный рулет, очень популярный в Японии. И подобных примеров недопонимания из-за разницы в культуре еще очень много. Как, собственно, и в самих изображениях Эмодзи. Так, например, в 2021 году Янико включил в официальный список Эмодзи вот эту картинку и назвал ее лотос. Как вы знаете, это очень важный цветок для культуры Дальнего Востока, поэтому его появление в целом не вызывает вопросов. Вот только нифига это не лотос, а простая кувшинка. Сравните. Вот лотос, символ буддизма и тому подобное. У него есть стебель и растет он из вот таких круглых листов. А вот кувшинка. Она лежит на листе с вот таким характерным как бы вырезом. Так что, если у вас айфон, знайте, вы отправляете друг другу просто кувшинки, что, конечно, тоже мило, но к древней восточной мудрости это не имеет никакого отношения. Так же, как вот этот Эмодзи, который в Яникоде называется белый цветок. Меня вот всегда удивляло, почему у него такое странное количество тычинок, семь штук. Как будто это что-то должно значить. И действительно, если найти первоначальный вариант этого Эмодзи, то выглядит он вот так. И это вовсе не тычинки, а иероглифы. И написано тут буквально следующее. То есть, очень хорошо. И никакой это не цветок, а специальная печать, которая в японских школах отмечает особенно хорошо выполненное задание. Так что, надеюсь, вы поставите этому выпуску оценку очень хорошо. А на этом у меня на сегодня все. Изучайте, а главное, уважайте другие культуры. Ну и не забывайте подписываться на канал и ставить лайк. С вами был Фил и канал Филот. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok